9 октября 2023 год. Вы с Олегом Соскиным на нашем Большом канале. Ситуация уже и в Украине, и теперь в других регионах, особенно в Израиле, да и в Армении, и в других континентах становится очень плохой, драматической, трагической. Я вам сделал сегодня видео, посмотрите по поводу Израиля, это война с палестинской армией, частью палестинской армии, так называемым Хамасом, а есть еще Хизбалла, а есть еще палестинские силы на основе Фатха, это так называемый западный берег реки Иордан, там где центр Палестины находится. И надо сказать, что у Израиля тяжелая ситуация, уже третьи сутки идет война. И пока израильская армия справиться не может, хотя мобилизировали 300 тысяч человек, резервистов, это подготовленные бойцы. Вот, но тем не менее, еще не вычищены многие населенные пункты, информацию скрывают, понятное дело, потому что это такой как бы позор получается для Натаньяху, для Министерства обороны, для Цахала, для этих всех военной разведки, для прочих там всех там щеки надували, что они такие все крутые. Оказалось, не крутые, оказалось, что операция настолько мощно разработанная была, вторжение в Израиль, что понесены колоссальные потери. В живой силе уже где-то больше тысячи человек, а так еще сколько, сколько, как они пропали без вести, сколько заложников, сколько раненых, это тысячи, тысячи. Ну и то, что произошло в районе вот этого так называемого Нейчепаты, этого фестиваля электронной музыки, там уже очень много просто погибших, это сотни погибших, но могут быть и больше. То есть ситуация, ну это по сути катастрофа для Израиля. Теперь надо это все исправлять, я вам рассказываю, как это можно сделать и так далее. Сейчас еще они обнаружат туннели, которые идут в Египет, это будет вообще полный Алис и в Средиземное море. Вот, уже понятно, что это, я сразу версию высказал, что готовили инструкторы с Вагнера и так далее. Видимо, Суровикин причастен. Ну это начало только, уже есть вторая часть, сделаю еще вам видео, пусть разовьется ситуация. Уже заходят подразделения Хезбаллы с Ливана на территорию Израиля. Они должны войти, потому что иначе не будет продолжения войны. Хамас не выдержит сам. Поэтому должна Хезбалла войти по стратегическому плану вторжения и уничтожению Израиля. Это только начало всего. То есть дальше это будут удары по европейским странам. Но давайте не об этом. Давайте поговорим о том, что на день насущный это Украина. Как я вам и предполагал еще до введения вот этого последнего продолжения военного положения, что это ошибочный, колоссально ошибочный шаг со стороны Зеленского, партии Слуг Народа, Верховного Совета, во главе Стофийчука, там и всех остальных, Арахами и прочего. И это уже видно, что по сути происходит, скажем, то есть Украина сошла на нет с повестки дня. Все, Украины в повестке дня западных стран, Соединенных Штатов, Европейского Союза, Германии, Франции просто нет. Это полное уже, ну и заявил же министр обороны Италии, что чисто на таком обывательском уровне, что должно быть перемирие, потому как война дальше невозможна. И понятно, что уже США никаких денег Украине не даст. Как известно, Байден занимается теперь, ну остатки Байдена, потому что он не в состоянии несколькими проблемами заниматься сразу. Вот ему надо заниматься Израилем, выслали они туда эскадру, авианосец, Джеральд Форд, крейсер, эсминец, там помогательные корабли. На них там размещена боевая авиация, но они говорят, они не будут участвовать в этих боевых операциях. Ну выслали, ну и что, что толку выслали? Ну выслали, это ж сколько бабла надо. А у них и так долг, внешний долг, государственный, национальный долг Соединенных Штатов Америки уже движется к 35 триллионам. Там 30, где-то около 30, почти 33 там триллиона. Там просто безумные цифры. Плюс идет обвал там этих всех их государственных облигаций и так далее. Так вот, а это сейчас опять огромные траты. На Украину никаких, понятно, денег уже не будет, это ясное дело, вооружения тоже не будет, еще неизвестно поставят ли эти оружие на 5,2 миллиарда. Может его сейчас Израилю отдадут, потому что им не хватает очень много оружия. То есть все, военная поддержка Украины со стороны США прекращена. То, что и требовалось доказать, и Путин это доказал. Понятно, что это Путин с Ираном, с Китаем, Саудовской Аравией, Катаром эту операцию спланировали, профинансировали. Год готовились, уже данные есть, что год готовилась операция. Были проведены специальные имитации, системы дезинформации. Хамас специально разыгрывал такую вот серию и все. Ну и теперь все. Европейский Союз не может вообще тоже поддерживать Украину, тем более у них очень тяжелая внутренняя ситуация. Вот Бориль сказал, что без США это невозможно, и Европейский Союз тоже не будет давать денег. Так что все, дорогие мои, приготовьтесь, денег Украина получать не будет, оружие тоже все. Лавочка закрылась, есть чем им заниматься, это Израиль, там Брандебургские ворота, ворота флаг Израиля, тут и Кличко выступил, тоже поддержал Израиль, везде Израиль. То есть нечем больше парню заниматься. Ну, в принципе, у него мама же тоже, так сказать, ашкеназий, чистая, и, собственно, у него же и фамилия Кличко это по отцу, а по матери он же, у него совсем другая фамилия. Поэтому его, понятно, и он, и его брат, они будут очень часто вболеваты за Израиль. Ну, вболеваты треба, потому что страшные там потери и массовые убийства, так как и в Украине. Ну, это называется, вообще-то, Холокост, вот как это называется, что в Украине, что в Израиле, а организатор один и тот же, Путин, Московия. Ну, и, конечно, для Украины это Беларусь, Лукашенко, это отец геноцида, это прямой виновник всего того, что в Киеве, под Киевом, произошло в Киевской области, в Чернигове. Это военный преступник, похититель украинских детей, это враг Украины, без сомнения, он должен быть, в принципе, уничтожен. Я так понимаю, может, я ошибаюсь, так поясните мне. Ну, сейчас очень много предателей, во главе страны стоят много белорусских шпионов, поэтому, понятно, и в масс-медио, и на телеграм-каналах многое Лукашенского отребия Кагибиского стоит. Так что пока это, к сожалению, и в канцелярии, я думаю, этого, как он называется, Зеленского их много, и в Кабмине их много, на разных постах. Пятая колонна или шестая, Лукашенковская, занимает ключевые позиции в Украине. Ну, будут ее вычищать, конечно, будут их находить, это не проблемно, было бы желание только найти этих предателей. И это агенты Лукашенко, они в Украине очень серьезно расставлены за эти десятилетия. Поэтому и такая ситуация случилась. Ну, прежде всего, надо Кучму и Пинчука брать под жабры его, жену Людмилу, Лену, Ахметова надо брать. Совершенно забыли про Новинского, которого надо просто вытаскивать, объявлять в розыск. Живаго объявили, а Червиновинского Зеленский не объявляете, потому что кореш ваш. Партнер ваш по бизнесу, Ахметова по бизнесу, но это офицер высокого ранга, ГРУ. Поэтому, ну, я думаю, минимум, может быть, даже генерал, по всем признакам он должен иметь генеральскую должность. Сейчас он затаборился в Швейцарии, и там он серьезнейшим образом вызывает московских попов. Вот у меня там знакомый был такой, он типа священник Гавриил, там у него на выставке кинотеатр, церковь. Я так понимаю, что туда его сейчас забрали, он там будет свою мать монашкой сделал, под нее сейчас монастырь, видимо, будут в Швейцарии делать. И так их очень много. Их же так и не поснимали, они так и остались, эти, московская агентура в виде митрополитов. Не доделали это все дело. Ну, с Ануфрием надо как-то разбираться, особенно в этой ситуации. Это очень серьезно. То есть, это серьезнейший офицер, видимо, все-таки. КГБ завербованный, не зря же его тогда на Почаевскую лавру настоятелям поставили. Это сложный вопрос. А ну этот, кто, Епифаний с ним справится, или Святослав, или кто? Это все просто дети. Это обыкновенная, так сказать, яйцекладка с филаретовского инкубатора, предавшая своего хозяина филарета. Поэтому, ну, сейчас в Чернигове там этого напоставили, этого тоже, типа, митрополит все там на Афон ездит, то на Афон, то в Иерусалим, то этот. Вместо того, чтобы заниматься Черниговской епархией, там очень тяжелая, если плохая ситуация, он все вояжи делает. Надо не вояжи делать, а надо делом заниматься, надо монахом быть, а не форму думает о дел, и все, и уже стал, типа, большим, так сказать, священником. Это все буфанада. Буфанада – это перформансы, это спектакли. Это обыкновенные спектакли для развода глупого плебса маргинального, для биомассы, что, собственно, и происходит. Не зря же это так называемая, как там она ее, Рабинович, Абрамович, Абрамович Марина, типа. Вот она одна из самых главных амбассадоров семьи этих Зеленских. Так что все, оружие, поставки прекратились, денег прекратились. Ну, что в этой ситуации делать? Надо первое – собраться, отменять военное положение, ликвидировать эти военно-политические администрации. Особенно после тех сейчас съемок и в Черновцах, и в Тернополе. Я думаю, это везде такое указание Зеленский дал, чтобы избивать и запугивать призывников, и силой их отправлять на фронт в виде мяса. Так а чем он тогда от Путина отличается, Зеленский? Ничем. Поэтому надо все уже закрывать это дело, все. И что ж, ну, будет перемирие военное, и надо проводить выборы, Верховный Совет по партийным спискам. Надо, конечно, упростить этот кодекс. Естественно, что всех ренегатов, предателей надо проводить катарсис, и близко их в депутаты не пускать. Поэтому надо проводить, в этом году надо выборы, Верховный Совет провести, а в следующем надо избрать. Но лучше не избирать президента прямыми выборами, лучше все-таки перейти в парламентскую модель. Не нужен прямой президент. Это только накладно для Украины. Всякие маньяки приходят, хотят стать верховными диктаторами, правителями. Это Зеленский должен стать последним. Это как бы уже понятно. То есть надо вообще модель менять. Надо назвать страну, надо референдум проводить, и потом провести выборы, а потом проводить референдум. Назвать, восстановить название страны Русь. Это будет самое правильное. И переходить в модель свободных городов на основе магдебургского права. Так, брать греческий опыт, брать магдебургского права. То есть все уже. Уже, так сказать, постсоветская, посткоммунистическая, кагибистская Украина приказала долго жить. Вместе с слугами народа, вместе с Зеленским, вместе с его канцелярией во главе Ермака, Шмигалями и так далее. Вот и все. Так, израильская война, палестинская, полностью произошел. Ну, понятно, что это Путин подготовил. Тут не должно быть никаких даже сомнений. Дальнейшие шаги у него тоже есть. Я считаю, что он начнет Северную войну. Все для этого у него готово. Но еще должна быть сейчас разворачиваться. Вот это должен, должна, обязательно Иран должен войти в этот процесс войны. Ну, и армяно-израиль, азербайджанская война должна начаться. Обязательно. То есть надо Южный Кавказ запалить. Это 100% Путину. Ему надо, чтобы США, как на горячей сковородке, Байден подпрыгивал. Вместе с Блинкиным, вместе с Нудельманом, вместе со всеми этими ребятами, мальчиками, девочками. Ему это чрезвычайно важно. Ну, сейчас делаю вам еще про Германию. Там произошли колоссальные обвал Шольца, социал-демократов. Просто его ливерную колбасу под, загнали под скамейку прямо туда, в колозет загнали, в выгребную яму. В Баварии, в Гессене. Вот такая ситуация. То есть все, дорогие мои украинцы, надо требовать одного, немедленно отменить военное положение. Денег и оружие Украине больше не видать. Да и вообще поддержки не будет. Поэтому надо сохранить армию, надо сохранить линию фронта. Ничего там на линии фронта не произошло. Я внимательно сейчас изучил. Абсолютно это все там метр туда, метр сюда. Это все. Нет сил. Нет сил, нет возможностей, нет инструментов. Нечем наступать. Да и кто ж хочет свою жизнь терять. И с российской стороны они тоже не хотят. Так что идет замораживание фронта. Ну, дальше начнется осень, зима. Там уже и солдатские комитеты и все остальное с вытекающими последствиями. Может, будет и сценарий создания Славянской конфедерации. Может такое быть. Все уже может быть. Что хочешь, может быть. Вы с Олегом Соскиным на Большом канале. До новых встреч.